Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать сегодня на мой канал. Друзья, я приношу свои извинения, что заставила вас ждать. Но у меня на то была причина, мне просто захотелось погрузиться в такую медленную, размеренную жизнь. И у меня, наверное, это получилось. Я отдохнула, я переосмыслила какие-то свои взгляды на жизнь. В общем, как-то, знаете, такая перезагрузка у меня произошла. И еще я хочу у вас спросить ваше мнение. Нравится ли вам смотреть видео о моей жизни у обыкновенной белорусской, друзья? На мой взгляд, мне так показалось, что девчонки, которые живут за границей, намного интереснее. Но вы можете в комментариях опровергнуть мои такие догадки. Ну а сегодня я вас приглашаю вот в эту же мою размеренную, медленную жизнь. И первое, о чем я вам хочу рассказать, это то, как я по утрам пью соду. Я вам недавно показывала, как я пью воду с лимоном по утрам натощак, а вот как-то о соде я особо не говорила и не показывала. Но это было мое упущение, потому что это действительно прекрасный раствор, прекрасный напиток, который ощелачивает наш организм. Я пью соду с перерывами где-то на протяжении уже лет шести, после сорока. И, как видите, со мной все замечательно, все хорошо. Поэтому я решила поделиться с вами вот этой методикой по доктору Ньому Вакину. Я вам сейчас покажу, как я по утрам пью соду. Для этого мне понадобится обычная сода. Можно ее заказать на iHerb. Приблизительно где-то беру пол чайной ложечки без горки. И кладу в стаканчик. После чего заливаю крутым кипятком, чтобы она вот так вот зашипела. Это я гашу соду таким способом. Вот. Водичка должна превратиться в такой мутно-прозрачный раствор. После чего я просто добавляю воду, которая отстоялась за ночь, для того, чтобы раствор был теплый. И вот эту водичку натощав утром я выпиваю. Таким способом я щелачиваю свой организм. Тут еще вот такая история приключилась мне. Моя подруга написала, давай худеть вместе. Ну я говорю, давай. Ну как же, я не поддержу свою любимую подругу. И вот мы решили каждый день выкладывать в инстаграм, в личных сообщениях о своих результатах на весах. И я посмотрела за вот эту неделю, что мой вес стоит на месте. В общем, как-то мы делились-делились. Потом в итоге эти все наши фото и отчеты сошли на нет. И я поняла, что это бессмысленная затея. Ну знаете, друзья, мы так любим готовить. Вместе собираемся дома. Вот на днях мы готовили утку с ягодным соусом, по утрам блины, делаем домашние шашлыки. В общем, это такое наслаждение, когда в уютной компании вечером мы обсуждаем, что и как, днем встречаемся вместе, тоже пробудились. Все это так приятно, все это так хорошо. Боже мой, я хочу вас этой едой заразить, друзья мои. Потому что мне кажется, что это такое приятное времяпрепровождение. Вы радуете себя, свою семью, вы наслаждаетесь, вы кушаете. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет потом, но вот это время, которое мы будем тратить на то, чтобы приводить свое тело в порядок, а его надо приводить в порядок, ни в коем случае я не говорю о том, что не надо. Но этого я не хочу лишить ни себя, ни вас. И не хочу призывать вот к такому вот страшному похудению. Поэтому, да, я также стремлюсь вновь приобрести хорошее тело. Мой метаболизм замедлился, и я этому не очень-то радуюсь. Ну, что делать? Хорошо, будем менять мы немножечко свой образ жизни. Но именно от вот этих вкусностей в кругу семьи я не могу отказаться, и вас к этому никогда не буду призывать. Посмотрите, пожалуйста, какую мы собрали композицию с дочерью, когда гуляли на берегу нашего грибного канала. Это зимний сухостой, сухоцвет. Он такой пушистый, уютный, и стоит на нашем кухонном столе. Как мой муж сказал, я уже даже не представляю этот стол без каких-либо цветов. Мне это очень нравится, потому что я люблю такую эстетику в доме. О, да-да-да-да-да, друзья, мы наконец-то поменяли и обновили нашу кровать. Мы поменяли матрас. Знаете, я долго выбирала матрас. Сейчас благодарю тебя, Людочка, от всей души за то, что ты посоветовал именно этот магазин, именно этой фирмы Vegas матрасы, потому что действительно это потрясающие матрасы. Мы давно искали, выбирали, думали, как-то все у нас не получалось, и тут решили, что все. Если не сейчас, то никогда. И это было верное решение, потому что я еще ни на минуту не пожалела, а наоборот, я еще раз убедилась, насколько важно, особенно в моем возрасте, комфортно, с уютом высыпаться. Это очень важно. И поменяв матрасы, мы решили поменять одеяло, постельное белье, вот такое здоровое одеяло купили. В общем, мы решили добавить именно вот эту часть нашего, нашей жизни, не откладывать ее на второй план, а именно добавить ее в нашу жизнь. И, кстати, я мгновенная реакция своей делилась по Инстаграм, поэтому, друзья мои, подписывайтесь на мой Инстаграм, я бываю там намного чаще. Ну, насколько вот у меня есть для вас какие-то новости, или мне хочется с вами о чем-то поделиться. Добро пожаловать! Обновочка у нас в квартире – это вот такой вот матрас от компании «Вегас». Они делают эти матрасы в Беларуси, в Бресте. Очень-очень мне нравились они всегда. И, несмотря ни на что, я решила на них остановиться, потому что есть у нас еще в Могилеве санит, шьют матрасы. Но «Вегас», ну, консультировалась, я спрашивала. В общем, пока что у нас в Беларуси очень даже приличные матрасы. Не буду их нахваливать, потому что, может, кому-то не нравятся они. А у меня пока что первое впечатление и отзывы от людей, от моих друзей хорошие. Сейчас я вам покажу, какие они. Мы взяли средней жесткости и жесткий сторона. Сейчас я, конечно, на зиму взяла такой средней жесткости, а потом уже переверну на лето, более будет жесткая. Там этикетка компании «Вегас». Так она торчит, «Комфорт». В общем, а это на матрасник. На матрасник чисто хлопковый, стеганный, с резиночкой. И вот такой вот у нас матрас. Вот такие вот размеры у нас. Получается из двух половиночек, потому что нам посоветовали взять две половинки, чтобы если вдруг какая-то там придет негодность, 10 лет срок службы этих матрасов, то можно будет поменять. И не надо будет вот такое обратно снова брать целый матрас. В общем, как-то мы решили чуть-чуть продумать, что и как. Но, в общем, пока что так. Стежечка идет вот такая по всему-по всему матрасу. Здесь такое красивое название, прям с такими пальмами, как у меня в коридоре такие, как и разина. «Вегас», «Вегас», «Вегас». Друзья мои, лежала на них очень долго, когда я выбирала, смотрела, что и как. Но вот такой матрас. Сейчас я застелю самое классное, самое хорошее постельное белье. Это я купила себе от компании «Блокит». И еще завтра мы с доченькой едем покупать большое, огромное сюда одеяло. Хочу вам показать вот это старые наши матрасы. Друзья мои, поверьте, с 1985 года эти матрасы нам прослужили, правда, и вера. Я, честно, уже давно хотела их поменять, но все как-то, знаете, не доходили руки. То-то мы делали, то-то мы делали. Ну, а тут просто Катюша говорит, «Ну, это невыносимо. Вы уже в таком возрасте, вам нужно хорошо отдыхать». Я поняла, что женщине очень важно высыпаться, очень важно чувствовать комфорт. И это неимоверное счастье, когда вот ты можешь лечь после трудового дня, после тяжелого дня, и прекрасно выспаться, там зажечь свечи, укутаться в прекрасное одеялко. И, в общем, друзья мои, все это надо-надо делать. Сейчас я, конечно, на таких прекрасных, хороших эмоциях. Вот, добро пожаловать в матрас. Вот такое событие. Ну, и дальше, конечно, вам буду показывать, какое я купила постельное белье. Сейчас, кстати, застелю вот этот вот на матрасник, и уже покажу вам вместе с ним. Слушайте, ну, я хочу сказать вам, как все упаковывают. Это невероятно. Вот этот чехольчик, да, и вот этот вот на матрасник. Вот с такой резиночкой будет. Значит, тоже все аннотации есть. Как ухаживать, как эксплуатировать. Просто хлопковый, вот такой плотный-плотный у нас на матрасничек. Я хотела, чтобы именно был вот такой белый-белый-белый-прибелый. Ну, все. На матрасник я натянула. Вот здесь вот получается резиночка загибается туда под низом, и сверху мягенький, мягенький, стопроцентный хлопок. Боже мой, друзья мои, это счастье. Поверьте мне, это счастье. Я теперь понимаю, когда мне мои подруги говорили, что, Марин, но когда ты будешь высыпаться, вернее, ложиться на этот матрас, ты все поймешь. Я уже понимаю. Я сегодня, наверное, утром вам сделаю хорошее такое, хорошее такое видео. У меня пришло вдохновение, как Анна Лепинова говорит. Я буду дальше делать уборку. Я вдохновилась все здесь, помыть сверху и донизу. Вот такое вот чудо. Ну что, осталось мне только застелить новое постельное белье от Блокит. От Блокита. Ну, вот такое постельное белье, чисто белое, жаккардовое. Очень красивое. Я купила у нашей белорусской компании Блокит. Отшивается это белье в Барановичах. Компания с 1963 года производит не только постельное белье. Это Satin Collection Home Textile. Вот такая большая бандура. Такая большая упаковка. Невероятно красивая. Очень тяжелая. И я вам сейчас покажу вот эту красоту. Единственное, что я одеяло еще не купила, но одеяло я знаю, что я буду брать. Какое я буду брать? Здесь будет большое дело, конечно, брать. Так, сейчас вам покажу, что это такое. Все, я вынула из вот этой коробки. И тадам! Вот такое. Вот такое вот постельное белье. Здесь у меня, конечно, в спальне такой не очень хороший свет. Но до сюда еще руки дойдут, потому что здесь будем еще делать ремонт. Ну, вот такое красивое-красивое-красивое постельное белье. Так, сейчас я его достану и вам кое-что покажу. Ну, например, здесь получается две наволочки 50 на 70, две наволочки 70 на 70 и две наволочки 40 на 40. То есть можно вот так вот красиво у изголовья поставить подушки. Будет большое одеяло. На лето я еще хочу тоже сюда купить такое хлопковое покрывало. Вот. И потом еще будет еще пододеяльник и обычная простая простынь. Все. Подушки вот с такими ушками получается. И вот тут еще вот есть такая кантовочка. Вот такие подушечки. И чисто белая-белая простыня. Она невероятно длинная. И очень хорошо, что нигде не будет торчать, влазить, залазить. Ну, и вот такие вот подушки. Это у меня 50 на 70. Мне надо еще купить подушки 70 на 70. И здесь вот такая вот, как шелкопрядь. Видно вам. Ну, я вам в дневном свете еще покажу. Набилочка. Очень-очень нежная. Чисто белая. Но вариаций может быть очень много. Мне просто захотелось белую. Без всяких разных принтов. Пастельное белье. Я как-то очень сильно вот этим загорелась. Чисто-чисто белая. Потому что у моей мамы было белоснежное, очень красивое всегда белье. И мне захотелось именно белое. Но я планирую сюда чуть-чуть добавить цвет. Потому что здесь будем делать мой ремонт. И я еще не знаю, какие у нас будут обои. Но белый цвет у меня в доме в достаточном количестве. В том числе и в постели будет тоже. Недавно нам, для нашей семьи, Снежа прислала очень приятную посылку. Знаете, такую белорусскую. Такую душевную, трогательную. И в этой посылке была вот эта чудесная книга. Чернобыльская молитва от Светланы Алексеевич. Я вам хочу так сказать, что, на мой взгляд, эту книгу действительно надо прочитать большинству белорусам, если не всем белорусам. Она написана на певучем, мелодичном белорусском языке. Я не могу сейчас дать вам полный отзыв о этой книге, потому что я еще ее читаю и не до конца ее еще прочитала. Но это мощь. Это действительно очень сильная и очень душезатрагивающая книга именно нас, белорусов. Я очень благодарю за эту книгу, Снежа тебя, за то, что ты выслала ее для нас. Ну что, мои дорогие, на этом все. Я надеюсь, что вам было со мной очень интересно, хорошо, уютно в компании. Я вас обнимаю, целую, берегите себя. Я благодарю, что вы у меня есть и увидимся с вами очень скоро. Пока!